Квартет пригласили на подкаст. В филармонии решили немного поменять формат концертов. Выступление камерного оркестра и квартета Бородина предварила непривычная лекция музыковеда о короткой интервью с музыкантами. Такая форма призвана заинтересовать молодую публику. На первый подкаст-концерты пришли в основном зрители со стажем. Алексей Кудинов продолжит тему. Ну что, начнем тогда мы с Владимира. Владимир, возьмите микрофон. В Новосибирской филармонии экспериментируют с форматами концертов. Вместо штатного лектор-музыковеда на сцене теле- и радиоведущий Руслан Махов, который не рассказывает о программе вечера, а задает вопросы участникам о музыке, гастролях и мечтах. Беседа продолжается менее 10 минут, затем от разговорного жанра участники переходят к музицированию. Решиться на такой формат было непросто. Традиции филармонических концертов складывались не один десяток лет, а отход от привычного сценария всегда воспринимается как эксперимент. Когда-то еще в советском прошлом это делали считанные музыканты, такой формат. Играет и рассказывает, например, Геннадий в Рождественске. Это было необыкновенно популярно и необычно. А сейчас этот формат, мне кажется, он более широко используется. А важность, мне кажется, любые времена. Люди вообще очень хотят, чтобы с ними поговорили. Это, мне кажется, и для публики очень важно, и для нас тоже. Огонь реагировали. Мы думали, что будет типа так, потому что все равно это такая классическая публика, которая пришла на классический концерт, послушать, послушать лекцию, и потом послушать музыкантов. Ну, а получилось немного иначе. Концертная программа получила название «Квартет движения вверх». В нем принял участие один из старейших непрерывно выступающих ансамблей мира. Квартет имени Бородина исполнил Брамса, а вскоре вышел на сцену вместе с Новосибирским филармоническим камерным оркестром. Эту часть программы предварила интервью худрука коллектива. Это такой как раз шаг навстречу молодежи. Пусть там старшее поколение может сказать, что мы ведемся слишком фривольно, но мы обязаны думать о наших молодом поколении, которые будут растить, и потом они своих детей будут переводить на концерт классической музыки. То есть мы им показываем, что мы с вами находимся на одном волне, что это искусство, оно, да, оно высокое, но оно не закрытое. В общем, это не как, простите, алтарь в церкви, в который невозможно войти. В него возможно войти, мы все такие же люди, и просто мы ищем формы для того, чтобы им показать, что, в общем, это здорово. Открытие аудитории «Новые горизонты» была призвана и сама программа. Оркестр и квартет исполнили произведения не очень известных в России британских композиторов Элгара, Холста и Вуан Уильямса. Камерный оркестр планирует в этом сезоне еще несколько концертов в новом формате. Алексей Кудинов, Даниил Колпаков, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok